Наташа и княжна Мария потрясены смертью князя Андрея. Мария всё же понемногу выходит из этого состояния, начав заниматься делами расстроенных войной имений и заботами о сыне Андрея – Николеньки. Но Наташа худеет и бледнеет всё больше. Ей самой грозит смерть от горя. В этот момент приходит весть о гибели её брата Пети. Мать бьётся в истерике, и Наташа три недели не отходит от неё. Это спасает саму Наташу. Самоотверженная забота о матери помогает ей отвлечься от собственной печали. Мать наконец успокаивается, и в начале января 1813 года Наташа едет с княжной Марьей в Москву, где дом Балконских на Вздвиженке уцелел во время городского пожара. Тем временем русская армия не менее французов страдает в своём безостановочном зимнем преследовании врага посреди страшных холодов. Чтобы сберечь солдат, Кутузов старается избегать сражений, но русские генералы ввязываются в них вопреки его воле. Кутузовым, считает Толстой, руководило глубокое народное чувство, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его. Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история. После весьма успешного для русских сражения при Красном Кутузов обращается к солдатам с речью, где объявляет, что победа совершенная и Россия не забудет вас. Но он гуманно убеждает солдат щадить дошедшего до крайних лишений врага. Русский мушкатёрский полк после Красненского сражения в страшный мороз останавливается ночевать прямо под открытым небом. Солдаты разводят костры и садятся вокруг них. К одному костру выходят прятавшийся в лесу французский офицер Рамбаль и его денщик Морель, знакомцы Пьера Безухова по Москве. Русские солдаты привечают их, переговариваясь – тоже люди. Выпивший водки Морель под общий хохот запевает песню про короля Генриха IV. 29 ноября Кутузов въезжает в Вильну. Он полагает, что изгнанием французов из России война должна завершиться. Но 11 декабря в Вильну прибывает император Александр I, который строит другие планы. Государь заявляет, что поход будет продолжен и за пределы русских границ – в Европу до полного крушения наполеоновского владычества там. За движением народов с запада на восток должно последовать движение народов с востока на запад. Представителю же русского народа и народной войны Кутузову теперь ничего не остается, кроме смерти. И он вскоре умирает. Пьер после освобождения из плена три месяца лежит больным в своем доме, в Орле. Радостное чувство духовной свободы и тут не уходит от него. Он более не ищет Бога, как раньше, ибо уже нашел его, и не в какой-то туманной дали, а рядом с собой. Пьер в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами архитектоне Вселенной. Пьер пребывает в радостном, приветливом ко всем людям настроении. Пожар Москвы почти разоряет его, но он решает деятельно приняться за восстановление своих разрушенных домов и имений. Сожженная Москва благодаря народному труду возрождается с небывалой быстротой. Уже к осени 1813 года она имеет больше жителей, чем прежде. Вернувшись в Москву, Пьер узнает, что сюда приехала и княжна Мария. Он наносит ей визит, встречая у Марии похудевшую, сильно изменившуюся Наташу. До этого Пьер мало вспоминает о своем прежнем мимолетном чувстве к ней, но теперь оно вдруг вспыхивает в его сердце с небывалой силой. Наташа и Мария рассказывают Пьеру о последних днях князя Андрея. Слушая проникновенные слова Наташи, он еще сильнее влюбляется в нее. Пьер описывает ей и Марии собственные приключения в плену. Наташа глядит на него блестящими глазами, а Пьер говорит ей – пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Я не виноват, что я жив и хочу жить. И вы тоже. С появлением Пьера в душе Наташи впервые за последнее время пробиваются ростки радости. Пьер несколько дней потом ездит к княжне Марии, заметив, что Наташа переменилась с первого их свидания здесь. Оставшись раз наедине с княжной, он в сильном волне не просит, чтобы она объяснилась с Наташей от его имени. Так как скорбь Наташи по князю Андрею еще не совсем прошла, Пьер и княжна не торопят события. Пьер решает пока съездить в Петербург. «Я очень буду ждать вас», – шепотом говорит ему Наташа при прощании. От этих слов Пьер впадает в нечто вроде радостного сумасшествия. Это счастливое безумие потом долго не уходит от него. В Наташе тоже просыпается неудержимая сила жизни. «Ты подумай, какое счастье, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Николая», – говорит она княжне Марии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова